Да, работа на ней практически завершена. Одобрять этот документ будут по итогам завтрашнего заседания. Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действия Российской Федерации от имени всей двадцатки, то есть включая и нас самих. Мы настояли на том, что если уж так хочется обязательно эту тему затронуть, хотя она никоим образом не касается повестки дня и компетенции двадцатки, то давайте будем поступать по-честному и давайте зафиксируем, что по этой теме у нас есть различия. Да, идет война на Украине, гибридная война, которую Запад развязал и которую он готовил долгие годы. Запад добавил фразу, что вот мы, многие делегации, осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Если Запад был настолько одержим своей идеей и пытался, наверное, использовать этот заход для того, чтобы сорвать двадцатку, сорвать принятие декларации и потом в этом нас обвинить, то ему это не удалось. Что касается украинской темы, то и Соединенные Штаты, и все их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, неспровоцированной агрессии против Украины. Вообще, знаете, чем чаще они говорят неспровоцированной агрессии, тем больше, наверное, все убеждаются, что агрессия-то была спровоцирована как раз ими. Страны третьего мира призывают к мирному урегулированию, призывают к скорейшему достижению договоренности. Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, который в том числе законодательно, указом Зеленского, запретил вести переговоры с Российской Федерацией. Поэтому вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и с канцлером Шольцем. Как я уже сказал, сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился. Мы не отказываемся от переговоров. И если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться. Зеленский выступал 20 минут. Перебить его было невозможно, потому что это была запись. Выключать запись, видимо, не захотели. Но из его выступления я вынес только один вывод, что он никаких западных советов пока не слушает.